здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно у тинькова появилась новая карты тиньков дебетовая тиньков кредитная тиньков драйв они дают 10 процентов кэшбэка на бензин и 5 процентов на автоуслуги я вообще офигел сначала вот и думаю блин вот то что я как раз искал вы знаете как я отношусь кэшбэком 10 процентов кэшбэка на бензин это очень очень много я уже тут думаю блин у меня в голове какие-то схемы как это прокрутить то есть кому-нибудь датик дальнобойщику какому-нибудь там и так далее на заправке где-нибудь там мальчика устроить своего вот на самом деле все не так легко не так просто я позвонил туда и действительно дают 10 процентов кэшбэка на бензин 5 процентов на автоуслуги что очень важно 5 процентов на штрафы гибдд но все эти кэшбэки все не так просто все эти кэшбэки даются баллами просто баллы это не рубли но баллы можно обменять потом на те же самые автоуслуги или бензин но тоже все не так просто я посмотрел сколько я трачу на бензин денег в месяц у меня получается где-то обычно 20 тысяч рублей на бензин и сразу получается думать блин это 20 тысяч рублей в месяц на бензин до 2000 рублей кэшбэка только за бензин я буду получать и плюс значит всякие автоуслуги там т.о. в запчасти и так далее еще пять процентов думаю ну все классно значит я посчитал по прикинул хорошо оказывается против таких хитрожопых конечно тинькофф придумал защиту потому что этим можно и разориться вот ограничение по кэшбэку на бензин 1000 рублей в месяц ну в принципе 1000 рублей тоже неплохо но вот ограничение такое ограничение на автоуслуги 5000 рублей в месяц включая бензин то есть если на бензин трачу ровно 10 тысяч я это сделаю вот это за бензин я получу кэшбэка 10 процентов ровно и дальше я буду пользоваться другими картами то есть например но бен банк который дает мне 5 процентов на автоуслуги сейчас а автоуслуги пожалуйста вот они можно бен банком пользуется можно тинькофф и все это начисляется баллами теперь дальше все дальше еще тоже не так просто все а дальше следующее дальше все эти баллы можно потом обменять на те же самые автоуслуги или на бензине их истратить компенсировать смотрите 10 процентов за покупки на азс за любые автоуслуги 5 процентов за оплату штрафов гибдд 5 процентов за любые другие покупки по карте один процент за каждый потраченный 100 рублей больше баллов за покупки у партнеров там тра-та-та любые автоуслуги за баллы но есть хитрость тратить баллы на покупки в автосервисах и магазинах запчастей на автозаправках и парковках шиномонтажах и автомойках курс обмена для автоуслуг 1 балл 1 рубль а для покупок на азс полтора балла 1 рубль то есть на азс уже за один балл дают 7 5 копеек что существенно меньше но в принципе я когда первый раз позвонил девушка мне протрахтел вот этот тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та как из пулемета и говорила хорошо я подумаю вот но посмотрите Есть Тинькофф кредитная, есть Тинькофф депозитная. Депозитная, ну как обычный депозитный, только чуть дороже. У обычной депозитной там обслуживание 99 рублей, насколько я помню, в месяц. У Тинькофф драйв депозитной обслуживание 190 рублей в месяц. Ну плюс смс и так далее, все по-прежнему. Здесь 990, у кредитной, 990 рублей в год обслуживание. Ну да, оно конечно дороже. Вот. И я долго думал, что же делать? Вообще выгодно мне это или нет? То есть мне очень хотелось получить 10%, потому что мне не давал покоя Альфа-банк, который обещает 10% на бензин. Но у Альфа-банка он только на российских заправках. Здесь у Тинькофф, насколько я понимаю, ограничений нет. Дело в том, что мы собираемся сейчас в отпуск на машине ехать за границу и там будет 40 тысяч на бензине. Вот. Но я поразмышляв решил, что все-таки стоит взять кредитную и я буду пользоваться... Значит сначала я буду пользоваться кредитной картой и по кредитной карте я буду набирать вот этих баллов на бензин ровно на 1000 рублей. Потом я перед отъездом поменяю резину, там что-то еще, какие-то автоуслуги. Там естественно кредитная карта Тинькофф Драйв. Вот это вот будет 5%. И вот все эти траты можно будет компенсировать. Девушка сказала, что еще можно компенсировать, насколько я помню, то ли от 2, то ли от 3 тысяч рублей накопившихся. Но в общем так сказать, если активно пользоваться, то проблем с этим не будет. И я поразмышляв решил, что депозитную карту я оставлю обычную, потому что у депозитной карты деньги, кэшбэк поступает в виде живых денег. А все-таки вот Тинькофф Драйв это в виде баллов, то есть их можно потратить только за автоуслуги, ограничен. Ну то есть какие-то автоуслуги мне обойдутся бесплатно, то есть компенсируется этими баллами. Вот я принял решение, что получу Тинькофф Драйв кредитную и завтра она мне придет. В личном кабинете она уже обновилась у меня и там написано, что Тинькофф Драйв и что один к полутора действительно на заправках. Я имею право уже скомпенсировать там две заправки, но я не собираюсь этого делать, я собираюсь только за автоуслуги какие-то. Ну там смена масла, там ТО и так далее. Вот. Что еще я хотел сказать? Да, кредит. Кредит, там процент по кредиту у Тинькоффа абсолютно зверский. Зверский, поэтому я всегда советовал не брать кредитные карты. Еще раз настоятельно советую кредитную не брать. Почему я беру? Потому что, ну это как буфер, во-первых. Во-вторых, я тут же эти деньги, которые я взял по кредитной карте, оплатил, я намерен полностью гасить кредит. И заранее, чтобы не платить, чтобы укладываться в 55-дневный вот этот период. Ну то есть за 3-4 дня до окончания я полностью хочу гасить кредит, а эти деньги резервировать на депозитной карте. Вот по такой схеме я хочу работать. Если вас заинтересовала вот эта вот информация, если вы тоже хотите, ну если вы много ездите, много пользуетесь автоуслугами, то ссылку вот на эту карту вы сможете найти у меня там и получить дополнительные какие-то бонусы. Насколько я понимаю, там что-то 750 рублей вы получите дополнительных бонусов вот на эту карту. Скорее всего, это будет баллами, потому что, ну потому что по моей рекомендации. Вот, ну на этом все. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.